Так или иначе, на Ниве IT, применимых в социальной жизни, и сегодня я расскажу вам о детящей теплице, одном из любимых наших продуктов, это онлайн-лейка. Однако, это продукт, который решает одну задачу, и я сперва скажу пару слов о этой задаче. Собственно, как нам организовать сбор денег через интернет. Сперва пару слов про то, что происходит в мире. Это распределение объема собранных пожертвований, по данным MassSolution.com, за 2013-2012 год. Тогда уже было видно, что фандрайзер в сети растет быстрее, чем электронная коммерция, причем быстрее, там, в несколько раз, в три. В 2013 году все было собрано 5 с небольшим миллиардом долларов. Как, по-вашему, сколько в 2015 году? Почти в 7 раз больше. Итак, как именно пожертвование должно происходить для того, чтобы быть эффективным? То есть, как мы должны построить процесс пожертвования в нашем сайте для того, чтобы доноры действительно проходили и с очень высокой вероятностью конвертировались в пожертвования? Вот примерно так. Это довольно сложная диаграмма, и я надеюсь, что вы заострите на ней внимание, разве что после. Но дальше мы подробно ее разберем. Как, в принципе, мы можем организовать пожертвования через интернет? У нас есть довольно много способов. Во-первых, у нас есть возможность запостить что-нибудь в соцсети и сделать следующее просьбу. Можно поход потом в опросы? Это потом мы к себе можем? Да, конечно. Презентация будет быстрее. И так, мы можем запостить по просьбам в соцсети. Однако с некоторых пор это работать перестало, и в общем правильно. Потому что очень много мошенников, и до сих пор они собирают достаточно много денег через такие вот перепосты. И не все еще научились отличать просьбы хорошие через соцсети от нехороших, потому что для этого нужно довольно много сил своих затратить. И включиться в эту проблему самостоятельно. Этого многие доноры делать не хотят. Кроме того, есть прекрасный вариант, как краудфандинговая платформа. Все из вас знают, что такое Планета.ру, я думаю. Или зарубежный аналог Global Giving. Там можно организовать компанию и собрать на что-нибудь. Будь то разработка нового какого-нибудь квадрокоптера интересного, или таки сбор на вашего ребенка, которому нужно какое-нибудь специфическое лечение. Кроме того, у вас может быть сайт целый, посвященный вашей компании, или целой вашей организации, где есть, возможно, часть, которая отвечает за сбор пожертвований. И, наконец, в последнее, не очень давнее, но все-таки в последнее время появились гибриды предыдущих двух способов. Это, например, Яндекс.Вместе. Это такой сервис, когда вы можете, зарегистрировавшись на Яндексе, на Яндекс.Деньгах, создать свою лендинговую страничку, в которой будет только краткая информация о том, на что вы собираете деньги, плюс форма для сбора этих самых денег. Замечу в скобках, что у каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы, и свои хорошие практики, и свои плохие практики. И здесь я хотел бы заострить внимание на именно сайте компании, просто потому, что это наиболее универсальный способ для того, чтобы обслуживать и ваши растущие потребности как организации, и одновременно обслуживать и способы, и случаи, когда потребности ваши не так высоки, когда вы, например, собираете только на одну компанию. Итак, вот примерно как выглядит платформный краудфайнинг гайтер планеты.рум, вот как выглядит Яндекс.Вместе, только одна страничка с способом пожертвования всего одним. Итак, у нас есть лучшие и худшие практики на каждом. И лейка была создана нами в теплице в качестве аккумулятора хороших практик, и для того, чтобы изолировать клиентов от плохих практик. То есть, это изначально был продукт, который должен был решать все задачи разом. Амбициозная была задача. Ну и есть. Итак, что такое лейка? В первую очередь важно понимать, что это как бы не что-то существующее само по себе, это модуль для вашего сайта на платформе WordPress. То есть, если у вас нет сайта или сайт не на WordPress, тогда лейка для вас, ну, все равно, на самом деле, подойдет, но я об этом скажу позже отдельно. Что лейка делает? В первую очередь, она автоматизирует и облегчает интеграцию с платежной системой. Деньги, по факту, собираете не вы. За вас это делают, собственно, транзакции денежные. Переводят платежная система. Их довольно много. Яндекс.Деньги, РБК, МАНИ, все электронные валюты практически, которые вы знаете, это платежная система. Там, под капотом. И лейка позволяет организовывать фандрайзинг в любом объеме. То есть, с помощью лейки вы можете превратить свой сайт в такую миниатюрную планету. Там может быть не одна компания, а целое их семейство. И мы позже увидим, например, как это выглядит. Лейка полностью бесплатна, как и все, что делает теплица. И важно, что наш предмет особой гордости, что ее колб полностью открыт. И это значит, что вы можете ее, в принципе, расширить. Многие из наших клиентов так и сделали. Это было для нас очень радостно. Где именно сейчас лейка установлена и работает? Вот примеры довольно больших фондов. И они хорошо известны. И все из них, насколько я знаю, лейкой довольны. Вообще-то у нее свыше 300 активных инсталляций. По-моему, даже 500. Итак, давайте теперь рассмотрим подробнее эту большую старшую схему. На третьем слайде, на четвертом, которая, возможно, вас так напугала тогда. Мы увидим, что она вообще-то не очень сложная, по сути. Из чего состоит пожертвование? Когда приходит человек на наш сайт, то, с одной стороны, мы должны, в первую очередь, подготовить его к тому, чтобы он захотел отдать нам деньги. Это значит, что сайт должен предоставлять прозрачную информацию о том, что у вас за организация, чем она занимается, почему ей деньги нужны, и почему именно этот человек захочет заплатить деньги именно вам. Кроме того, когда человек уже решил, что он хочет заплатить, ему важно предоставить удобный способ для того, чтобы это сделать. Кроме того, когда он все-таки попробует этим способом воспользоваться, у него не должно быть проблем с тем, как именно это сделать. Потому что иногда форма пожертвования выглядит просто очень страшной. И вот кто-то из вас улыбается, но я бы встречался с этим на практике. И, наконец, когда пожертвование уже совершено, очень важно сделать фоллоуап такой маленький, благодарность донору. Этот момент очень любят пользователи, обладатели сайтов. Нивелировать и банкировать им, то есть забывать про него. И очень зря, потому что обратная связь с донором – это не только возможность обзавестись донором регулярно, то есть включить его в ваше сообщество, в ваших дарителей, именно на ваше дело, но и просто повод для людей закрыть гешталь. Что, мол, вот действительно нас поблагодарили, мои деньги дошли, и значит все закончено. Итак, давайте посмотрим на эти пункты подробнее. Про подготовку решений пожертвовать. Пункт первый я уже кратко сказал. Из сайта должно быть очень хорошо понятно, чем именно занимается организация, и для чего именно деньги, и почему именно этот донор может быть заинтересован в том, чтобы именно этой организации деньги заплатить. Вот хороший пример того, как устроен сайт организации, которая в данном случае – это рефиджиру, гражданское содействие. Они занимаются помощью мигрантам. И уже с первой страницы довольно много что становится понятно. Это даже фрагмент главный, и даже на него, если посмотреть, то много чего понятно. Далее, пункт второй – это поиск удобного способа пожертвовать. Здесь хорошая практика состоит в том, чтобы доступ к странице пожертвований был почти с каждой страницы сайта. Чтобы в тексте каких-то страниц о том, чем занимается организация, были ссылочки на отдельные виды помощи, если у вас такое есть. И, наконец, очень важно, чтобы на сайте были, если это вообще возможно, представлены альтернативные способы вам помочь. Потому что, как правило, деньги – это не все, что нужно организации. Очень часто им нужны добровольцы, иногда им нужны какие-то вещи, ну и так далее. Когда донор видит, что деньги – это не только то, что он хочет, что он может для вас сделать, это лишний повод увериться в том, что вы занимаетесь каким-то делом, а не просто деньги просите. Вот как выглядит, в частности, на том же Refuge.ru доступ к странице пожертвований с каждой страницей сайта. Это уже не главная, это совсем другая страница, это просто список новостей. Но уже даже здесь, как минимум, два элемента, которые, во-первых, красненькие, в отличие от всего остального. Во-вторых, они как бы не кричащие красненькие, они все еще вписываются в общую канву сайтов, и, тем не менее, привлекают внимание. Вот другой пример, еще один сайт с инсталляцией «Лейкин», это «Милосердие.ru», фонд «Милосердие». Здесь аж три элемента, которые так или иначе ведут на раздел пожертвований. У них очень много компаний на этом сайте, мы чуть позже это еще увидим. Так что вот это как раз миниатюрная планета. Но даже здесь они очень много подходят к тому, чтобы доноров цеплять на каждой странице, даже той, которой априори к пожертвованию не относятся. Вот, например, это тоже список новостей. Что мы можем сказать про саму страничку пожертвований? В первую очередь форма пожертвования. Ради бога, она должна быть проста и лаконична, потому что действие, которое производит донор со своими деньгами, оно очень атомарно. Просто выбор, чем именно жертвовать, возможно, согласие с условием платежа, я об этом скажу попозже, и кнопочка «Да, я хочу заплатить». Чем меньше шагов пользователю нужно совершать для того, чтобы совершить платеж, тем больше вероятности, что он доведет этот платеж до конца. И мы в Лейке постарались очень сильно уменьшить эти шаги, вообще, насколько возможно. Количество платежных опций. Мы говорим здесь об электронных валютах. Очень часто фонды хотят предоставить очень большой ассортимент. Они думают, что чем больше, тем лучше. Это распространенное заблуждение. Как известно, человек может удерживать внимание одновременно не более 7 объектов. 5-7 — это оптимальное количество. Именно такое количество платежных способов, то есть электронных валют, на вашей форме оплаты, мы рекомендуем. На самом деле, один из них занимает процентов 90 всех платежей этой банковской карты. Вот. Только потом уже идут всякие Яндекс.Деньги, там РПК-деньги, кто-то еще. Банковские карты все еще на коне. Далее. Форма хорошо, если напоминает, на что именно будет расходоваться та или иная сумма. То есть лейка предоставляет возможность не только сделать на странице форму платежа, но и предоставить подробное описание того, на что именно собирает эта конкретная компания. То есть вы можете написать там целую историю, и вот в конце, в качестве call to action, как на посадочных страницах, вы можете сделать форму платежа. По умолчанию лейка именно так и устроена. Далее. Не забудьте про такие мелочи, как договор оферта с донором, про него, впрочем, лейка уже не забыла за вас. Она написала, мы написали его как бы за вас, и она фактически хороший юридический договор предоставляет прямо вместе с собой. Но будет хорошо, если донор на форме платежа где-то будет также видеть возможность связаться с вами, чтобы задать вопрос по компании, если вдруг у него такой вопрос возникнет. У нас все вот эти хорошие практики по поводу форм сгруппированы в отдельной статье на сайте, вот по этой ссылочке. Давайте посмотрим, как выглядит форма на лейке по умолчанию. Вот просто и со вкусом. То есть здесь есть такие раскрывающиеся блоки, вот эти, и если мы на них кликнем, тогда мы получаем другую форму с доступом к другой электронной валюте. По умолчанию открыто самое популярное. В данном случае это банковская карта. Вот, заметьте, здесь минимум полей, то есть только сумма, имя, email, которое нам нужно для контакта, согласие с договором оферты, просто потому, что мы хотим быть юридически грамотными, и дальше кнопка пожертвовать. Вот как может выглядеть форма иначе, потому что лейки допускают, что форма будет не только такой. Вот это на гражданском содействии, Refuge Room, форма чуть сложнее. Во-первых, здесь иначе устроен выбор способа оплаты, и во-вторых, они хотят собирать больше информации о своих домах, и они добавили поля. Там есть имя, отчество отдельное, email, телефон и так далее. Кроме того, вот как у них устроен выбор суммы. Идем дальше. Вот как устроена форма пожертвования на еще одном выпускнике Теплицы, это сайт живой, фонда живой. Здесь достаточно много информации о том, на что именно собирает, данная конкретная компания, потому что это еще один пример миниатюрной планеты. Потому что живой собирает деньги на различные выздоровления людей, которые взрослые, и совсем не факт, что с точки зрения донора они действительно нуждаются в помощи. И живой решает проблему таким широким информированием о том, какова была история, они стараются про каждого своего пациента, преподопечного историю таки написать. И вот откуда такая подробность. Вот так выглядит форма пожертвования на милосердие. Она довольно спартанская, и это, в общем, для них хорошо работает. То есть здесь всего-навсего выбор способов платежа. Они не забыли про линейку, прогресс-бар, индикатор того, насколько компания уже набрала нужную сумму, и плюс сама форма платежа, она очень простая. Вот как выглядит форма на цифре вверх. Заметим, что она очень похожа на форму линейки по умолчанию. Это не случайно. Однако ее перекрасили просто в фирменный цвет оранжевый. Сайта вверх, и это в общем и пошло. Наконец, после того, как пожертвование совершено, не забудьте донора поблагодарить. Как это решается в лейке? В лейке автоматически создается специальные странички, где мы говорим или спасибо нашему донору. Или если платеж по техническим причинам не прошел, мы говорим об этом донору, что, мол, извините, пожалуйста, платеж не прошел, деньги у вас не списались. То есть мы предупреждаем его обо всех картуцах, которые могут с ним случиться на каждом шагу. Кроме того, при совершении пожертвований ему автоматически улетает письмо с такой же благодарностью, где перечисляются также все рекомениты у платежа. Мол, сумма там, ваше имя и так далее. Лишний элемент доверия. Вот как устроена лейка как бы под капотом. Очень важно, пытались сделать ее не просто средством для организации форм, но с другой стороны средством для учета ваших компаний, платежей и так далее. Вот пример, по-моему, смелосердия. Как могут быть устроены компании, учет компании, там, где их много и там, где очень важно, что у каждой есть целевая сумма. Целевая сумма для компании это то, что очень сильно стимулирует доноров платить еще больше, особенно, когда они видят, что уже все близко к концу. И вот здесь администратор пожертвований или сайт администратора совсем каждый раз видит, насколько набрала та или иная компания и когда сумма была достигнута, если она уже достигнута. Вот целевые суммы несколько подробнее, просто в увеличенном виде. Кроме того, что мы управляем нашими компаниями, мы также управляем нашими пожертвованиями. Это важно еще больше, наверное, потому что платежи это, собственно, то, о чем мы просим наших доноров и мы должны уметь их считать. Каждое пожертвование, каждый платеж регистрирует различные статусы своего существования от того момента, когда донор решил пожертвовать до момента, когда деньги реально до вас дошли. И вся информация, это здесь достаточно доступно, сохраняется. Кроме того, не забудьте, чтобы ваши платежи умели экспортироваться в Excel. Ваша бухгалтерия скажет вам за это не просто спасибо, а огромное спасибо, потому что она-то оперирует не вот этим, а Excel-ными табличками. И лейка, что уж говорить, это умеет делать. То есть вот эту таблицу он может с помощью одного клика, вот этого, экспортировать. Итак, что нам понадобится, если мы действительно захотим настроить лейку на нашем сайте? В первую очередь у вашей организации есть эта организация. Скорее всего, есть банковский счет, который к ним привязан и который прописан у него в уставе и в договоре об учреждении. Вот нам понадобится информация в НКО и официальная, и, кроме того, информация об реквизитах счета. Кроме того, нам понадобится, чтобы у нас были какие-то электронные кошельки, и для этого нам понадобится договор с платежными системами. Это бюрократическая такая по переписке электронной процедура, но она не очень сложная, потому что платежная система обычно лояльно относится к НКО, и они с готовностью объясняют все процедуры по шагам. Максимум, что от вас потребуется, это там переписка, где вы в итоге получите пару чисел, которые нужно будет указать в лейке. Вот пример платежных систем, с которыми мы уже работали и работали многократно, и которым мы можем доверять и вам рекомендуем. Что, если у нас сайт не на WordPress? Мы кратко упоминали раньше такую ситуацию. для этого мы придумали такой вариант, как лейка рядом, то есть мы называем это лейка рядом. Примеры, тому может послужить ROI перспектива. У них сайт не на WordPress, насколько я помню на джумле, но они хотели получить возможность лейки, потому что это прям то, что им было нужно. Для этого они развернули у себя на сайте, рядом со своим сайтом, отдельный маленький сайт на WordPress, где есть только информация о том, кто они такие и на что именно они собирают деньги и форма платежа от лейки. Вот, собственно, и все. Этот вариант потребует от вас того же хостинга, на котором лежит ваш сайт. Можно, в принципе, другой хостинг использовать, это также не суть, но, в общем, это просто еще один маленький сайт, который не потребует столько работы, сколько потребует ваш основной. Просто потому, что здесь минимум информации, минимум функций. Итак, давайте теперь посмотрим на то, как выглядит установка и настройка лейки с нуля. Для этого мы вам покажем спектакль маленький в виде склинкастика. А, сейчас. А-а-а. Сейчас, сейчас, сейчас. Стой, стой, стой. Сейчас, мы запустим. То можно, да, вашу презентацию? Да, разумеется. Стоим стой. Плейка — это плагин для WordPress. Вот здесь мы ее активируем в качестве плагина. После этого мы получаем возможность использовать все, что она умеет. Вот так выглядит плейка только что установлена, еще не настроенная. Здесь мы заполняем все данные нашей МКО. а также банкские рекомендации. Это может быть от кого или другая любая организация? В принципе, любая. То есть, у его организации, скорее всего, есть расчеты, еще какие-то привязаны. В принципе, плагин проходит на этот язык. То есть, тогда просто вы можете не заполнять все это. Это же может, конечно, организация. Да. Теоретически. Но мы, как бы, не очень их поддерживаем. Но технически они могут использовать. Вот здесь мы настраиваем платежные способы, которые будут использоваться, чтобы у нас собирались деньги. Мы можем регулировать их порядок и для каждого мы можем настроить какие-то параметры для того, чтобы платежная система знала, что именно с ней мы работаем. Мы просто указали пару чисел и здесь мы пишем какой-нибудь произвольный текст. Например, у нас есть короткий номер смази, мы собираем деньги через него. и вот тогда нам поможет этот специальный платежный способ, который несплатежная система работает, а просто позволяет нам какой-нибудь текст нападать. Все остальные настройки имеют значение по умолчанию, которое хорошее и, скорее всего, нужно будет менять. Например, вот две страницы, которые «Спасибо» и «Извините, у нас не получился платеж», они создались автоматически. Здесь мы создаем новую компанию. здесь мы пишем историю о том, почему нам платить важно, нужно, и донор хочет это уже прямо сейчас. Это краткое изложение этой истории о нотации или книгах. И дальше нам осталось только указать целевую сумму компании по желанию. После чего мы эту компанию мы их будем, то есть создаем. Давайте посмотрим, как оно теперь выглядит. Сайт только что получил вот такую страничку, где уже есть формула пижам, со всеми возможными построенными нами способами. И мы можем совершить тестовый платеж, мы берем сейчас. Вот так выглядит договор оферта для донора. Кнопочку оплатить было не видно из-за вот этого пульта, но на нее мы нажали. Это вот платеж через Яндекс.Деньги практически всегда так выглядит. И вот платеж успешно завершен, при этом полетело письмо донору. И мы видим страничку, что все прекрасно. Здесь мы вернемся в административный раздел сайта для того, чтобы посмотреть, как пожертвование зафиксировалось. Вот у нас появилась строчка про наше пожертвование, где вся информация о доноре сохранилась со всеми возможными подробностями. И дальше это слабо для системы, если вдруг вам придется проверять и выполнять, что вы не можете подробить. Заметьте, поменялся RockRessBar, то есть значок администратор скидет на нецелевой суммы. Его видно также и на форме пожертвования для того, чтобы наши доноры проект не забывали. И, наконец, VTU. Это маленькие влоги, которые мы можем уместить в различных местах нашего сайта для того, чтобы, например, привлечь внимание к нашей странице пожертвования. То есть вот те самые красные кнопки в данном случае не красные, а по умолшению зелененькие в стиле плагины. Но VTB, что умеет не только вести на странице компании, они умеют еще, например, демонстрируют список пожертвований. Вот как здесь. все? Если нужно будет вернуться на какой-то слайд или вы хотите задать вопросы, я готов. Презентацию показываем. Да, мы поделимся всеми презентациями и у нас есть список зарегистрировавшихся на все мастер-классы, по каждому мастер-классу и мы разошвем ссылки на презентацию. А если как все зарегистрировались? Да, если не получаете. Она будет зарегистрироваться. А вообще нас нужно поддерживать. Да, это все получите. Да, да. Хочется все поддерживать.